Вечером Святый, святый ты, Господь, Волна вся земля славою Твоей. Пусть народы вас поют, Честь и хвалу лишь черепей. Нас, Господь, посияй, Чтоб увидел мир Тебя. Воскресают небеса, Как прекрасен Бог наш, Вселенная Твоя, Аллилуйя, Наш Царий Бог. Воскресают небеса, Как прекрасен Бог наш, Вселенная Твоя, Аллилуйя, Наш Царий Бог. Святый, святый ты, Господь, Волна вся земля славою Твоей. Пусть народы вас поют, Честь и хвалу лишь Тебе. Нас, Господь, посияй, Чтоб увидел мир Тебя. Воскресают небеса, Как прекрасен Бог наш, Вселенная Твоя, Аллилуйя, Наш Царий Бог. Воскресают небеса, Как прекрасен Бог наш, Вселенная Твоя, Аллилуйя, Наш Царий Бог. Аллилуйя, Наш Царий Бог. Аллилуйя, Наш Царий Бог. Милости Твои, Господи, Буду петь вечно, В рот и рот Возвещать истину Твою устами моими. Ибо, говорю, навек основана милость. На небесах утвердил Ты истину Твою, Когда сказал, Я поставил завет с избранным моим, Клялся Давиду рабу моему. Навек утвержу семя Твое, В рот и рот устрою престол Твой. Господи Божий сил, Кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя. Милости Твоей полна вся земля, Милости Твоей полна вся земля, Милости Твоей полна жизнь моя, Милости Твою. Милости Твою, Ты криво слез над судом, Возлюбил меня и вон свой дом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Милости Твоей полна вся земля, Милости Твоей полна жизнь моя, Милости Твоей полна жизнь моя, Милости Твою, Ты криво слез над судом, Возлюбил меня и вон свой дом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Благодарю тебя, Благодарю тебя. Благодарю тебя, Благодарю тебя. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Ты спас меня, и я, правда, освободила двери, освободила двери. Господь, благодарим Твое святое имя, Господь, за Твою великую милость, Ты нас спас, Ты нас оправдал. Господь, это оправдание, это спасение нелегко пришлось Тебе, сам на толковке, через страдания, через пролитую кровь, Господь, через раздираемые Твои раны, Господь, милость Твоя посадила, и оправдание и спасение к нам пришло. Господи, величаем Тебя, благодарим Тебя за эту милость великую, Господь. Аллилуйя Тебе, Аллилуйя Тебе, Аллилуйя Тебе, и мы, Господь, Церковь, и вскрытная, драгоценная, при чистой крови Твоей, здесь нас вместе. Величаем Тебя, благодарим Тебя, Господь, спасибо Тебе, Дух Святой. Слава Господу, друзья, мир вам всем. Мы рады, что сегодня у нас есть гости, много гостей, и я хотел бы представить наших гостей, которые сегодня посетили нас. Ну, давайте я начну с хора. Это объединенный, так сказать, хор дирижеров. Все из них это таланты. И слава Господу, что Бог поднимает талантов, дирижеров, музыкантов, теноры, басы. Я когда слухал, тенорцы так педоблака берут, а басы так аж там. Вот. А ну, а сопрано вы завжди, и альты вы эмейзинг. Вот. Так что благослови вас, Господь. Дирижеры, хористы сегодня будут служить. Под руководством кого? Под руководством Павел Кравчук. Поднимись, пожалуйста. Вот. Благословенный наш друг и брат, мою честь назвать и другом. Welcome to Seattle. Когда-то мы пели в одной группе, но так Бог повел. Он уже в Калифорнии живет и служит там. Имеет свой коллектив с инструментами, с ансамблем. Вот. Ну и много творческого будущего желаем для вас. Благослови Господь. Будут сегодня служить. Также нас посетил сегодня гость из Румынии или Бессарабии. Он будет говорить заключительный месседж. Пастор Марин. Пастор Марин. Вот. Да. Он будет говорить сегодня заключительный месседж. Вот. Ну и много гостей, которые посетили. Мы приветствуем вас. Также приветствую, как пастор, местную и наша церковь. Вот. И я верю, что Бог сегодня нас благословит. И мы будем молиться, чтобы каждый, кто сегодня будет петь, стих говорить, хор, который будет служить, чтобы Божья слава сошла и благословила каждое пение и каждого участника. А теперь мы приглашаем наши хористы. Пожалуйста, послужите в собрании. Благослови душа моя, Господа, благослови душа моя, Господа, благослови. Благослови, душа моя, Господа, И вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, И не забывай всех воздаяния Его, Отещающего все незакония Твоих, Истеляющего все недуги Твоих, Избавляющего от исцеления Дух Твой. Венча, мучи Тебя, Милостью и щедротами. Благослови, душа моя, Господа, И вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, Душа моя, душа моя, Душа моя, Благослови, душа моя, Господа, Инила сила моя, Господа, Душа моя, Господа, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Душа моя Ти будеш пасністю 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 очень коротко, Словом Господнем, и мы совершим молитву. Я хочу прочитать текст из Ветхого Завета. Это будет Третья книга Царств. Она очень ярко связана с событиями, которые происходят в нашей стране. Если вы следите и наблюдаете за новостями, что происходит в нашей Америке, то вы, наверное, удивлены, встревожены теми законами, которые принимаются, к сожалению, в нашей христианской стране. Наш Верховный суд, который состоит из девяти человек, принял закон, который против Библии и даже против той Конституции, которую когда-то заложили наши отцы, основатели этого государства. Но как бы ни было, самое страшное не то, что люди попирают то, что было до нас сделано. Самое страшное то, что люди оставляют это написанное Слово. И кто-то думает, Господи, а где же ты, если ты всесилен, если ты всемогущий, где же ты, почему ты молчишь? Друзья, не впервые в истории мира происходит то, что происходит в нас. Не впервые народ Божий оставляет Бога. Не впервые так происходит. И не всегда Бог сразу начинает что-то делать, чтобы остановить. Бог говорит, всячески говорит, но не всегда очень жестко. Бог не всегда сразу жесткие меры принимает. Но однажды в истории Израиля был момент, когда дети Авраамовы отступили от Бога, отступили очень далеко. Уничтожили все святое, храм закрыли, собрания все отменили. Того, кто ходил и любил Бога Авраама Исаака Якова, их выискивали и даже казнили смертной казни. И вот однажды один человек, его имя было Илья или Илья, начал как-то искать выход из этого. И вот третья книга царств, 19 главе, есть написано такой текст. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья. Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророка твоих, убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Дальше к нему говорится слово Господне. И вот 13 стих. «Услышав сие, Илья закрыл лицо свое милотью своею и вышел и встал у входа в пещеру, и был к нему глаз, и сказал ему, что ты здесь, Илья. Он сказал это. Второй раз Илья отвечает, возревновал я о Господе Боге Саваофе, «Ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои и пророков твоих убили мечом. Остался я один, и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь». Друзья, когда я читал, размышлял над тем, что происходит в Америке, читал этот текст, я заметил одну очень важную вещь, очень важную вещь. Кто-то отступает от Бога, но в этот момент есть люди, которые возревновали по Богу. То есть Израиль разделился на две части. Одни отступили от Бога, а другой наоборот возревновал по Богу. И у меня сегодня вопрос, юноша и девица, отец и мать, когда наша страна отступает от Бога, ты на чьей стороне? На стороне отступающих или на стороне возревновавших? Заметьте, кому Бог говорит слово? И здесь написано, «И сказал ему Господь». Второй раз «И сказал ему Господь». Третий раз «И был к нему голос Господен». Кому Бог говорит? Бог говорит к людям, которые по Нем возревновали. И я верю, когда сегодня принимаются законы, когда в нашем городе, вот сейчас мы здесь, а там идет парад с этими разноцветными флагами, кто-то отступает от Бога, но в тот же самый момент человек, который возревновал по Богу, будет слышать голос Божий. Бог заговорил Илии, когда? Когда другие отступили, но Илия возревновал. Я бы хотел, чтобы мне уподобиться этому человеку, который возревновал и который слышит голос своего Бога. Мы будем сегодня молиться, чтобы Бог говорил к нам. Я верю, Бог говорит через пение, Бог говорит через слово проповедующее, Бог говорит в дух человека, Бог говорит через пророчество, Бог говорит, но Бог говорит к тем, которые не отступают от Бога, а которые ревнуют по Богу. И я бы хотел призвать сегодня к нас, к такой молитве, чтобы Бог дал нам ревность по Богу, чтобы мы сказали, Господи, так не надо, так невозможно жить, невозможно ходить двумя путями. Если я христианин, я буду тебе христианином или тебе сыном, тебе слугой, твоим в твоем народе, не просто полуверующим, не просто тепленьким или холодным. Я буду, я принимаю решение, я буду горячим, я буду горячим по Богу, я буду читать Библию, я буду молиться, я буду делать все, что от меня как человека зависит, а ты, Боже, сделай все, что от тебя зависит. Вот ты думаешь, что многие отступили от Бога. Хочу сказать, что нет. Буквально вчера я видел одного еврея, раввина, который вышел и в белом нашем доме говорил речь. Я сидел, это настолько было, каждая фраза, это как гвоздь, каждая фраза, это как меч обоюдоострый. Он говорил сенаторам, он говорил великим людям, он кричал к ним во все микрофоны, которые тогда были. В его глазах блестели слезы, он говорит, Америка, мы делаем ошибку, которую когда-то сделал Израиль. Я думал, я говорил сам себе, слава Господу, что есть люди в Америке, которые не стыдятся даже в белом доме говорить честно и правду. Друг дорогой, христианин и христианка, ты не один. Илья думал, что он остался один, но он ошибся на семь тысяч раз. Он ошибся на семь тысяч раз. Бог говорит, даже мне так нравится, Бог как будто между прочим говорит, впрочем я оставил. Илья, ты думаешь, что ты один? Впрочем, я оставил таких, как ты, семь тысяч, которые предвалом не преклонились, которые его не целовали и не будут целовать. Друзья мои, я не за то, чтобы мы сегодня выходили с транспарантами, кричали, нет. Но у нас есть путь туда, не с транспарантами на улицу, а на колени взывать за нашу страну, в которую Бог нас поселил. Я хотел бы, чтобы эти ситуации или эти законы, которые принимаются вокруг нас, чтобы они нас не раздавили, не в депрессию загнали, а наоборот, помогли нам возревновать по нашему великому всемогущему Богу. Я хочу, чтобы мы сейчас поднялись и совершили молитву за нас и за нашу страну. Господь мой и Бог мой, аминь. Аминь. Мы еще совершим одну молитву за наши нужды. Останьтесь на ногах. Дорогая церковь, просим, помолитесь о духовном возрождении дочери. Это просит мама. Помолитесь, пожалуйста, за сына, за спасение моих детей, мама. Также Виталий Бондаренко. Обратно ему стало хуже. Виталий Иванович Бондаренко, это из Флориды, пастор. Мы помолимся за него, чтобы Бог помог ему. Если у вас есть нужды, пожалуйста, вы молите. Слова Господу. Благодарим вместе с вами и с вашей семьей. В следующий четверг моя жена и дочка летят в Украину, почти на месяц. Чтобы Бог был остановлен. Да, и их перелет, и твое оставание есть дома. Чтобы ты не голодал. Мама лично просила, чтобы помолились, чтобы Бог поддержал ее. Помолимся за сестру Катью. Помолимся. У нас благодарственное, благодарственное, насти и разочные. Помолимся, поблагодарим вместе с вами. Поблагодарим вместе с вашей семьей за рождение. За рождение, как вы назвали? Интересное имя. Поблагодарим Господа. Вместе с вами будем благодарны Господу. За вашу семью помолимся. Помолимся за ваш дом. Также, друзья, есть еще одна нужда. В этот день, сегодня, многие славянские церкви постятся и молятся. Вчера и сегодня молитва за Украину. Сейчас обратно на востоке Украины очень конфликтная ситуация. И не знаем, как она решится. Какое-то время было более-менее какое-то затишье. Но сейчас обострилась ситуация на востоке Украины. И она или должна решиться, или будет намного хуже, чем до этого. Поэтому мы, как церковь, тоже включаемся в цепочку молитв. И помолимся за Украину, за восток Украины. Чтобы Бог сохранил людей от стрельбы, от смерти. Чтобы ад не пополнялся душами человеческими, которые еще могли бы жить, могли бы пойти в церковь и обрести спасение. Помолимся за Украину, за восток и за ситуацию там. Давайте возвысим голос в молитве. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Садитесь, друзья. Виктор Шатецкий по нашей теме. Твоя песня. Дорогие братья и сестры, слава Господу. Эта песня, она как бы продолжение молитвы. Вона называется «Молитва за Украину». Я призываю всех вас молиться по домах своих за той край, з якого мы большинство, переважно, приезжали сюда, чтобы Господь дав мир там и спокойствие. Про те, что только что говорил про пастор. Я за Тебе молюсь, Украина, краю мій соловьиных пісен, чтобы не было Дніпро, Буковина, за сияв правди Божої день. Я за Тебе молюсь, Украина, краю рідней батьків, прабатьки, чтобы с Карпата ж до Тихого Дону лину слави Господньо і змін. Я за Тебе молюсь, Я за Тебе молюсь, Я за Тебе молюсь, Украина. Я за Тебе молюсь, Я за Тебе молюсь, Моя Украина. Я за Тебе молюсь, Украина, Чути стогін з дніпровських висок. В Твоїм серці чорнобильська рана, І в темряві блукає народ. Я за Тебе молюсь, Мій народе, Не цурайся, прийди до Творця, прийми дар благодаті і любові, Прийде спокій в розпиті серця. Я за Тебе молюсь, Я за Тебе молюсь, Украина. Він лише зранену душу залішить І розбите життя встановить. З ними в морозі сонечко світить, Тільки з ним можеш вічно тишить. Я за Тебе молюсь, Я за Тебе молюсь, Я за Тебе молюсь, Украина. 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 И чище, не есть за что Христа благодарить. Он не купил небесное жилище. Душа взывать к кресту не устает. Где падала прощенья, просила. Ведь он в беде мне руку подает. Он в трудностях, прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить. Его сильней, искренней и чище. Не есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Все от Него и все к Нему идет. Душа поет небесным отголоском. Придет мой день, я ноги обниму. Того, кто умер на кресте Голгофском. Вот почему мне хочется любить. Его сильней, искренней и чище. Не есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Вот почему мне хочется любить. Него сильней, искренней и чище. Не есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Он мне купил небесное жилище. Он мне купил небесное жилище. Кто я, что ты у меня помнишь в каждый день и каждый бурый час. Что ты меня до себя пригортаешь. Что ты меня от смерти спас. Чим заслужила я твою любовь и за яке добро ты, Боже мой, меня побачил. Я ж грешнице падала я знову и снова, а ты поднял, обмив и все побачил. Кто я, кто я, ты ж выбрать в них миллионы, людей много добрых в святе есть. Та ты почему-то до меня ищусь вверху. И ныне моя душа живет в потоке беда. Когда я помню, я из-за чего я, из-за какого рога вытягну меня. Когда я увидел, Боже, твои рани. Кто я, не раз душа моя лукнет. Предвічний, Боже, я проста людина, а ты, Господь, творец святим, Віддав за меня на распятя сина, мене счастливою побачити хотів. Дитям своим назвав в любовь и нижней, дитинам Бога. Господи, за что вы, яке добро побачил в души цих грешней? И чую відповідь, ніяк, и за что? Люблю тебя, по-иншому не мій, я Бог любови, Бог надії и добра. В руках пробитих я тебе зігрию, и поведу у крани, где ты счастлива была. Люблю тебя, малесенька людина, оти творение моё, нехай душі твої луна не вплину цей гиблий любові і веселити життя твоє. Амінь. Амінь. Да, стихотворение говорило, что Господня любовь велика. Мы будем петь песню, которая начинается такими словами «Всего та навсего полюби». Необычная песня, я немножко расскажу о том, кто её написал. Её написала одна женщина, которая живёт сейчас в Беларуси. Она имела сына, мужа, семью, и её сын заболел раком. И врачи сказали, что надежды на выздоровление нету, поэтому просто нужно подождать, и он болезнь возьмёт своё. Но она была неверующая, просто видела вокруг церкви православной. Она начала ходить к церкви и молиться. И верила Богу, и просила Бога, чтобы Бог исцелил её. Если есть Бог, Боже, исцели моего сына. В это время её муж, не выдержав эту эмоциональную нагрузку, он оставил семью. Но всё-таки она дальше продолжала ходить и молиться. И Бог исцелил сына. Он был в группе детей, других также больными, таким же видом рака. Они все в этой группе понемножку умирали. Он один остался жить, выздоровел. И сегодня живое интервью услышать на интернете есть. И вот интересно, также в этой песне есть слова. Первый куплет. Всего-то навсего полюби, сердечком, свечечкой засветись. Тогда, как рыба в речной глуби, вверху увидишь иную весть. Всего-то навсего не суди, как Бога сплюнувшая толпа. Твоё призвание, впереди Тобой нехоженная тропа. И второй куплет. Всего-то навсего полюби, кого-то малого приголубь. Тогда, как вольный орёл в степи, внизу увидишь иную глубь. Всего-то навсего не тужи, что беды с горестями в судьбе. Но в благодарность всю жизнь вложи тому, кто жизнь подарил тебе. И последние слова песни. Всего-то навсего полюби. Всего-то навсего не суди. Всего-то навсего не грусти. Всего-то навсего всех прости. И вот интересно, что используются такие слова «всего-то навсего». Как будто это что-то такое лёгкое, как бы невзначаемое. Кто-то тебя обидел, ты простил. Ну, что тут такого. Но для нас, для людей, для человеческой природы это тяжело. Это что-то очень тяжёлое даже, когда нас сильно обижают. Или когда у нас в жизни не всё получают. Это есть всегда причины, чтобы тужить, или кого-то осудить, или кого-то просто не любить. Но как христиане для нас это легко. Это действительно по-другому мы вообще видим мир. Потому что Господь умер за нас. Он пришёл, отдал свою жизнь за нас. Он показал нам самую большую любовь. Поэтому мы можем потом любить других людей тоже. Потому что нас много возлюбили. И мы можем дарить любовь другим людям. Всего-то навсего. Полюби. Всего-то навсего. Всего-то навсего. Всего-то навсего. Всего-то навсего полюби. Сердечком свечечкой засветись. Тогда, как рыба в речной глубинь, Вверху уби, вишиною бысть. Всего-то навсего не суди. Как Бога сплюнувшая толпа. Твоё призвание впереди. Тобой не кожаная драка. Всего-то навсего. Субтитры подогнал «Симон» 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 Умирал Христос Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не знаю, сколько вам это все говорит, название Но так как камеры снимают, мало ли что Кто-то спросит, кто у вас был там, может быть То есть со мной все нормально Я говорю открыто Можете показывать потом видео В других местах, нет проблем Я благодарю Бога за Его благодать Я благодарю Бога за Его благословение Господь нашел меня, когда мне было почти 17 лет Я был в нехристианской, я был с ней рожден в нехристианской семье Которую не знали Господа И в свои 17 лет Господь нашел меня В грехах В грязи В больших проблемах И Бог, первое, что я пережил в своей жизни После того, когда я был в молитвенном доме Когда я проснулся утром Первое, что я ощутил, что в моем сердце мир Не было страха Все время с подросткового возраста Дьявол почти в каждый вечер Он мучил меня страхами Невыносил меня страхами И когда я был в молитвенном доме И пришел домой И лег спать Не помню, как заснул Но когда проснулся Я не мог поверить, что это было утро И никакого страха нет Я не забуду это никогда в своей жизни И кто бы мне сегодня ни говорил Я знаю, что Бог живой Бог чудесный Бог сильный И когда я искал Бога Я обещал, что я буду Ему служить Всю свою жизнь И сегодня я стараюсь исполнять свое обещание Которое я дал Господу Знаете, в Писании написано Что призывает нас Чтобы мы вспомнили обеты Иногда мы христиане даем обеты И мы забываем то, что мы говорили Мы забываем о том, что мы обещали когда-то Богу Но в моментах нашей жизни Нам нужно остановиться и вспомнить Наши обеты, которые мы Ему давали В 21 год, когда я уже был женатым У меня было уже двое детей Господь призвал нас Работать в основании церкви И сегодня я являюсь пастором-евангелистом Больше, чем просто пастором И у меня нету кабинета У меня есть Библия У меня есть сумка Это весь мой кабинет Который у меня есть Может быть, когда-то Бог даст его Но не знаю Уже смотря то, что происходит Я уже не знаю Нету для этого времени Нужно проведать Слово Божие Я сегодня являюсь ответственным В четырех церквях На четверми церквями Три из которых Господь дал благодать Основывать Начинать когда-то служить Трудиться на юге нашей страны И, знаете, у нас сегодня Я женат, я сказал У нас трое детей Двое наших И одна приемная Мы живем в молитвенном доме И благодарим Бога За всю Его благодать, которую Он нам дает Я не буду больше говорить о себе Потому что я чувствую В Духе Божьем Что я не должен больше этого делать Я буду проведать сегодня Слово Божие Я буду говорить о такой теме Которую сегодня Мы не очень часто ее слышим Эта тема называется Страх Господень По крайней мере Перелистывая сегодня Я немного слушаю У меня нет телевидения Я не смотрю телевидение Ни христианское, ни такое И я не перелистываю часто интернет Но когда я готовлюсь к проповедям То пасты и проповедники меня понимают Иногда тебе хочется Тебе не то, что хочется Необходимо Войти в христианский мир И увидеть, что примерно говорится сегодня Или если ты готовишь тему Бог дал тебе тему Ты хочешь увидеть Что говорят другие проповедники на эту тему И когда я готовил тему Я очень, очень немного нашел Тех, которые говорят о страхе Господнем Я спотыкаешься в интернете о процветании Спотыкаешься в интернете о том Что все будет хорошо Не переживайте То, что, конечно, сегодня Не соответствует Писанию вообще То есть Библия говорит нам об этом Но много говорит Библия о другом И мы говорим Когда мы читаем И всем нам известно Людям, которые читают Писание Вам известно этот стих Из Псалма 110 Он очень такой, знаете, простой Мы его знаем Дети воскресной школы учат его Но вы не только его учите Вы его запоминаете Вы напишите его на сердцах На ваших сердцах плотиных Чтобы оно было выбито там Чтобы можно было помнить всегда Что когда ты протягиваешь руку на неверное Чтобы ты вспомнил Что Господь призывает нас Чтобы в нашей жизни был страх перед Ним Чтобы в наших сердцах В наших семьях В наших работах Там, где мы ходим В нашем служении В моем, как пасторе в данный момент Был страх перед лицом Божьим И Библия говорит нам Начало мудрости Страх Господним Разум верных у всех И исполняющих заповеди Его Хвала Ему пребудет вовек Аллилуйя Хвала Ему пребудет вовек И Священное Писание говорит нам Что начало мудрости Это страх Господним Что такое страх Господним? Почему так важен? И его результаты? Знаете, что я заметил в то время Когда я изучал Или искал Какую-то информацию О том, что проповедует Я увидел Страх Господним В сегодняшнем современном мире Заменен на слово уважение Уважение Которое мы знаем В нашем библейском слове Это почитание Оно правильное Есть тень правильного Но заменено на слово уважение В смысле, знаете Просто Thinking good about God Примерно вот это Будь добр С церковными Какими-то вещами Будь лоялен К тому, что есть церковь Но вы знаете Писание говорит нам Совершенно другое Это хорошо Дай Бог Больше лояльных людей с нами Дай Бог Больше лояльных людей Которые бы мы встретили с вами Но когда мы читаем Контекст Божьего слова Божье слово Не говорит нам об этом Что я просто Должен быть Очень хорошим И добрым По отношению к тому К Божьему И так далее Не только это Это здорово Это хорошо Но не только это Потому что Начало мудрости Страх Господень Я уверен Братья и сестры Ничем я не умнее Чем вы Я уверен Что когда мы читаем Этот стих Когда мы его выучили Не знаю Как у вас Я наверное глупее Чем вы Я много раз думал Ну что это значит Вообще Вот ходил просто так Уже служил Уже в церкви Люди Слушали меня Все Я прообведал Но я все время Задал вопрос до конца Что же это значит Ну да Начало мудрости Все понятно Начинается Мудрость того Что мы боимся Бога Все здорово Это страх Господень Вы знаете В определенные моменты Нашей жизни Мы переживаем Каждый из нас Я уверен Это случается у вас На сто процентов В определенные моменты Нашей жизни Мы как-то вот по-новому Мы открываем Писание Мы вот так вот Ну садимся Пред Господом С Библией в руках И возможно мы читаем Здесь вижу отцов Которые мне и дедушками годятся Намного старше чем я И мы читаем это в Писании Мы видим Возможно по-новому Открывая Писание утром Ты читаешь этот стих И говоришь Что Господи И Дух Святой Начинает говорить тебе Это место Начинает говорить тебе Писание Начинает наставлять тебя И Иисус обещал это Я не говорю ничего странного Что когда придет Дух Святой Он будет напоминать нам о нем Что он будет напоминать Нам все о чем нам говорил Иисус О том что мы читаем с вами Он напоминает только то Что мы вкладываем в наше сердце В определенные моменты нашей жизни Мы начинаем переживать Господа Дух Святой начинает говорить нам Я вчера ехал с братьями Я говорю вы знаете Я не верю Что Господь Люди крещенные Святым Духом Что Господь не говорит вам Второе что я сказал Я не верю Что когда мы стоим на молитве Когда мы Я имею свое личное отношение с Богом Когда я провожу с Ним время Оно мне так нравится Когда меня никто не видит Когда меня никто не обозревает Я и Он Я говорю с Ним Я не верю что в нашей жизни Когда вот мы стоим там Приходят мысли Ну вот сделать кому-то добро Что это приходит непонятно откуда Это приходит от Господа Когда мы молимся Богу Мы общаемся с Господом Писание говорит нам Что когда мы просим у Него Хлеба Он не подает нам камни Когда мы просим у Него рыбу Он не дает нам змею вместо этого Господь так не поступает Я верю глубоко в моем сердце Что когда я нахожусь с Господом В общении с Ним Через Слово Его Утром Не после дела А до этого И когда ко мне приходят мысли А многие мысли потом Господь подтверждал Через пророчество Откровение Когда Он меня учил Что значит слушать Его голос И мне всегда казалось О это наверное я подумал О наверное так Как это просто пришло ко мне Да не просто приходит к тебе Не просто приходит к тебе Господь стучится в твое сердце Нежно стучится в наши сердца И проще чтобы мы открыли Чтобы мы были внимательны к Нему Чтобы мы принимали то Что Он хочет нам сказать И в то же самое время Делали то что Он просит нам сказать Хотя видите Стих 10 раз об этом и говорит Что страх Господень Начало мудрости Разум верных у всех Исполняющих заповеди Его Хвала Ему прибудет вовек Аллилуйя И исполняющих заповеди Его Братья и сестры Я не люблю говорить проповеди Ради проповедей Я не хочу чтобы это слово Просто звучало Знаете О он что-то сказал такое Откуда-то взял Дух Божий Я знаю что он скажет Намного больше Исполняющих заповеди Его Не просто говорить Знаете Нужно исполнить заповедь Нужно сделать то Я никогда не говорю Никому делать то Что я сам не делаю Никогда Я никогда не вожу людей Теми дорогами По которым я сам Никогда не ходил О давайте будем Исполнять заповеди Господни Но я должен Прежде их исполнять Давайте будем жить по слову Я прежде должен жить по слову Аллилуйя Молодежь здесь Слышите меня Это просто это моя Ну моя среда Все мое служение было Среди молодежи Служите Господу Исполняйте Его слово Будьте внимательны К Его голосу Бог силен Послушай Приметь слово сегодня Как пророческое Бог силен И Он хочет послать тебя далеко Куда даже ты не знаешь Бог сильный Мы имеем дело С великим Сильным Неповторимым Всемогущим Богом Скажите Амин Аллилуйя Мы имеем дело С сильным Всемогущим Богом Мы имеем дело С Богом Который силен Двигать горы Верите ли вы Что Бог может Двигать горы Верите В Румынии Была церковь Небольшая Небольшая церковь Молитвенный домик Небольшой Человек 60 Господь благословил Эту церковь Это невыдуманная история И не было места Куда Где поставить машины А так как им Выделили то место Смотри Ну возьмите То что нам не надо Туда навезли Строили где-то Что-то Очень огромную Гору Шебенки Смешанные С песком Кто тракторист Бульдизарист Такой как я Потом я уже был пастором То вы понимаете О чем он говорит Навезли Выгрузили Загромадили его И пастор говорит Братья и сестры Давайте будем молиться Чтобы Господь Двинул Гору Эту Объявил молитву И пришло несколько человек Они сказали Что он безумный человек Они молились Богу Я сейчас не могу вспомнить Сколько времени Но вы знаете Что произошло В одно утро В одно утро Когда так же Они собрались молиться Они слышали шум Шум На улице Вышли посмотреть Экскаваторы Бульдозеры И грузовые машины Приехали на их территорию И говорит Мы там строим Нам нужно насыпь Это очень хорошее Мы когда-то выгружали ее здесь Можем ее забрать Конечно забрать И они ее увезли Пастор вышел У него была очень огненная проповедь Он говорит Бог силен двигать горы Никто не сказал Что гора станет на ноги И пойдет куда-то Просто написано Бог может и силен двигать горы Амин Веря этому слову Бог силен двигать горы Я не знаю как Мы часто задаем ему Команду Мы задаем ему Но Бог знает Как двигать горы Бог знает Как сдвигать Это Он знает Бог знает Как нужно делать То что Он хочет делать В нашей жизни Это Он знает Он знает как сдвигать власть, и он знает, как сдвигать все. Бог силен смирить ходячего города. Амин. Бог силен это сделать. Аллилуйя. Бог силен это сделать. Страх Господен это исполнение заповедей Божьих. Страх верующего человека является как раз для верующего человека почитанием Бога. Почитанием Бога. Книга послания к евреям, 12 глава. Была прочитана она сегодня, сразу перед началом. 12 глава послания к евреям. Мы читаем здесь 28 стиха. Итак, мы приемляя царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением. Народ Божий. Продолжите дальше. И страхом. Аллилуйя. Преломляя, приемляя царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом. Аллилуйя. Страхом. Вспомним 110 Псалом. Страх есть исполнение заповедей Божьих. Также страх. Вы знаете, я долгое время с чем, с чем, до чего я хотел дойти, понимание этого слова. Должен ли верующий человек бояться Бога в полном смысле слова страх? И я пришел к этому, конечно же, должен. Он наш отец. Он нас любит, моего дети. Я знаю, что Бог это мой отец. Бог это мой отец. Он тот, который заботится обо мне. Он тот, который ведет мою жизнь. Он направляет меня. Он тот, который благословляет. Тот, который постоянно говорит. Римлянам 8 глава. Он свидетельствует нашему Духу, Дух Святой, что мы на самом деле его дети, что мы его сыны. Аллилуйя. Так много Бог нам дает. Он наш отец. Но в то же самое время для верующего человека это означает служить, Господу написано, с благоговением, с благодатью и страхом. Страх это неотъемлемая часть. Братья и сестры, вот это вот, которое я вначале сказал, уважение, некая, лояльность, она приводит людей ко греху. Лояльность влечет за собой слова ничего страшного. В этом я ничего страшного не вижу. Я был в молодежном кемпе, я говорил на тему целомудрия. И о целомудрии как раз там это очень связано, оно близко. И все начинается с этого. Ничего же страшного в этом нет. если мы сегодня будем просто ходить и говорить ничего страшного нету в этом, ничего страшного нет того, ничего страшного нет в этом. Америка дожилась. Вез меня мой друг. Я молился мужу, господи, как так? Я в один год приехал сюда, здесь легализовали наркотик, официально этот куритель. Прямо прилетел в самолете в 12 часов, фу, пора, светли. Сейчас я здесь, пожалуйста, еще один праздник. Потому что была просто лояльность. Потому что не было богопочитания. Потому что не было страха в прямом смысле слова. Прежде чем сделай, подумай. Прежде чем соверши, подумай. Прежде чем ходить пред Богом со страхом, с трепетом, если хотите. Тут написано слово такое с благоговением и страхом, почитанием. Благоговение это противоположно дерзости. Благоговение это противоположно дерзости. То же самое, что ты мог бы сделать, что очень дерзко, резко, и в то же самое время его, вы знаете, склоненную голову меч не рубит. вы знаете, когда мы приходим в благоговение пред лицом Божьим, мы не говорим все нормально. В христианстве, в церквях люди приходят, ну что тут такого, как бы, да. Все нормально. Все хорошо. Не все хорошо, есть слово Божье, есть благоговение пред лицом Божьим, почитание его, если хотите, страх пред лицом Божьим. Прежде чем я что-то должен сделать, я должен, хочу сделать, я должен подумать. Господи, как это по отношению к Тебе? Господи, как это по отношению к Тебе? Я вам пример простой приведу. Простой практик, я практик, я практик. Простой пример. У нас в стране много людей пьют. Это не секрет. Где ты находишься, куда-то ты пришел, и люди тебе задают вопросы. У меня много знакомых, не друзей, знакомых, друзей мало, с которыми я общаюсь. О, вам нельзя пить. Знаете, христиане, что мир делает? Он как будто нас сочувствует, что вот мы такие немощные, что мы чего-то не можем. Мы вообще все можем, кроме греха. Мы все можем. Мы сильны. Мы все, я все могу, выкрепляющий меня в Господе исти Христе. Аминь. Это написано в Писании. Я все могу. Бог все мне разрешает делать. Да? Он мне все разрешает делать, но только не грешить. Я все могу. Сила, я знаю, что она у Господа и Бог дает мне крепость. Но я не могу грешить. Почему то, другое, когда идет разговор, я боюсь Бога. Христиане, вы знаете, мы, я видел, я был в обстановках, когда были другие верующие, и они говорят, о, ну, почему ты не пьешь? На работе. Я тоже работал, не всегда. И, о, нам нельзя в церкви. И он, знаете, что делает? Он делает себя несчастным. И мир, как будто, хочет ему сочувствовать. О, бедные вы там люди, что вам там в церкви делают? С вами. О, вам бедным то не разрешают делать. О, вам это не разрешают делать. Я однажды стоял, знаете почему? Я боюсь Бога. И знаете, что? Тишина была. Комментарии закончились. Я боюсь Бога. Я говорю, я служу Богу, и я боюсь Его огорчить. Я боюсь огорчить Бога. Я боюсь, чтобы Ему стало больно за меня. Я не хочу, чтобы Господь, Он смотря на меня, умер за меня на кресте, а я просто лезу в грязь. Я не боюсь Его. Я еще добровольно говорю, все нормально, дайте мне попробовать. Все хорошо. Но я говорю, нет, я боюсь Бога. Потому что, когда мы говорим, о, нам в церкви нельзя, они такие думают, о, что за церковь у вас там? Мы не хотим. Но когда ты переводишь стрелки не на то, что кто-то тебе сказал, ты говоришь, послушай, есть Он, и есть Его Слово, и Он умер за меня, и я верю в Него, я люблю Его, и я боюсь Его огорчить. Это меняет весь контекст. Я боюсь огорчить Господа. Я боюсь Бога. Потому что Бог есть огонь поедающий, потому что Бог есть строго взыскивающий, потому что суду Божьему начаться с Дома Божьего, потому что я знаю, что Бог в Своем Слове говорит, что Он не потерпит никакого беззакония, никакого греха. Бог очень сильно любит грешного человека. Он ненавидит грех. Страх Господен это отвержение греха, безнравственности всего того, что окружает нас сегодня, братья и сестры. Пастор сказал, мы не пойдем биться камнями, объяснять и доказывать кому-то что-то. Во-первых, внутри твоей жизни, твоей семьи, посредине твоего дома. Ходя, как написано в Писании, я буду непорочности. Мы можем, спасибо, братья, просто чуть забыл это. Мы можем выглядеть хорошо и правильно в церкви. Пожалуйста, вместите меня. Я не знаю, если мы с вами еще увидимся. Мы можем правильно ходить, непорочно, правильно делать вид в молитвенном доме. Мы можем сказать, слушай, со мной все нормально, все правильно, я выгляжу хорошо, я выгляжу правильно, я говорю правильно, не знаю, может быть, по-вашему, и неправильно я говорю, простите. Но когда мы говорим это, то, во-первых, то, когда мы остаемся одни дома, это вообще-то и определяет меня, как верующего человека. Может быть, никто никогда не узнает ни за меня, ни за тебя. Может быть, никто никогда ничего не заметит, но послушайте, это есть то, что меня определяет. как я хожу пред Господом, когда меня никто не видит. Присутствует ли во мне страх Господен? Присутствует ли во мне это страх, реально страх Божий? Конкретно, когда мы можем, ну, говорить, я хожу, но я соответствую тому, кто я есть. Поступать достойно Бога. Первое, первое, послание Колосеянам, первая глава, 10 стих. Он очень четко там говорит, чтобы мы поступали достойно Бога. Чтобы мы поступали достойно Бога. Мы, многие из нас, живя на земле, мы, у нас хорошие родители, у нас хорошие семьи, может быть, в твоем роду, в поколении были служителя, то тебе нечего смотреть, тебе нужно служить, значит, они молились за тебя. И мы боимся огорчить, либо испортить имидж нашей семьи. И мы иногда возможно, или вам говорят, или говорили, или знаешь, нужно правильно поступать. Тем более имидж христианина, тем более имидж Бога. Поступали достойно Бога. Аллилуйя. Мне нравится это слово. Я говорю, Господи, достойно Тебя. Достойно Тебя. И там написано о плодах. Почитайте там 10 стих. Он говорит о плодах, реально. Чтобы мы приносили плод во всяком деле добром. Чтобы мы приносили плоды в нашей жизни. Чтобы мы были теми людьми, которые поступали достойно. И не важно, что говорят вокруг. Не важно, что говорят вокруг. Ты знаешь, Господи, вот он я. Мы живем в последнее время, братья и сестры. церковь, церковь должна поднять знамя святости, богопочитания, богауважения, знамя святости, святости Божьей, по призвавшему, по примеру призвавшего вас святого, и вы будете святы во всех поступках ваших. В нашей жизни нам нужно поднять знамя. Молдова должна тоже стать на колени пред Богом. Все не за горами и там. Нужно стать пред Богом на колени. Сегодня ночь. Второй тур выборов. Очень много коммунистов выиграло в премариях, в мэриях сел, городов. И мы не знаем, почему мы молимся об этом. Закон меньшинства, в равенство был принят еще три года назад. Страшно то, что один депутат-баптист голосовал за него. И мы говорим сегодня, что такое страх Господен. Вот что такое страх Господен. Когда ты увидел, что не можешь, бросил портфель и пошел в дверь. И сказал, закончили. Но ни в коем случае не быть лояльным ко греху. Нужно быть лояльным к другому, но не ко греху. Страх Господен в нашей жизни. Это очень важно. Второзаконие, когда мы читаем десятую главу книги второзакония. Надо еще найти второзаконие сейчас. Это я знаю, где находится книга второзакония. Десятая глава, двенадцатый стих. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь? Бог, твой вопрос. Чего же Он тебя требует? Только того, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего. ходил всеми путями Его и любил Его и служил Господу, Богу твоему. От всего сердца твоего и от всей души твоей. Как много Господь требует от нас. Он требует и говорит, слушай, итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Чтобы того, только чтобы ты боялся Господа, Бога твоего. Того, чтобы только ты Его боялся. Церковью со Христа я оставляю вам это слово. Начало мудрости заключается в том, что ты боишься Бога и ты сохраняешь свою душу ко спасению. Ты боишься Бога и ты не идешь голыми руками в огонь и говоришь, что все нормально. Искушение большое, которое я встречал за свой короткий опыт пасторский. Люди приходили и говорили, вы знаете, пастор, почему я грешил один раз, второй раз, третий раз. Потому что первый раз было страшно. Протянул руку и знаете, на расстоянии потрогал, ничего не произошло, взял, ничего не произошло и произошло искушение. И он подумал, раз Бог сразу не поразил, и цукай, второй раз то, что да. Третий раз говорит, Бог, все нормально, никто меня не убивает. Писание говорит нам, что есть такое понимание, как сохраняются на день суда. Люди забывают, они читают Библию только немножко по-другому как-то. Он думает, если не убил, значит все нормально. И сохраняется на день, сохраняется для чего-то. Поэтому в нашей жизни не всегда, если ты сделал, и Бог ничего не сделал, значит, Он согласен с тобой. Он милует, дает время. Страх Господень, это начало мудрости. Когда мы начинаем поступать, когда мы начинаем жить, когда мы начинаем реально жить в страхе перед лицом Божьим. Братья и сестры, это не стыдно. Молодежь, если ты твоим друзьям скажешь, я не буду с вами смотреть то, что вы смотрите, потому что я боюсь Бога. Тебе не будет, это не стыд. Это честь и достоинство. Это честь и достоинство. Это сила нашей духовной жизни. Я боюсь Бога. Люди беззаконные, они не боятся называть разные слова на улице. А мы, видите ли, иногда боимся сказать слово Я боюсь Бога. Я боюсь Господа. Слушай, Израиль, чего Господь требует от тебя? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего и ходил путями Его и любил Его. Я оставляю вам это слово во имя Иисуса Христа и благословляю вас, братья и сестры. Спасибо, пастор Василий, за это время, которое у нас было. Я призваюсь помолиться. Я хочу помолиться вместе с вами. Давайте мы встанем предлицом Божьим. Халлилуйя, Отец. Я благодарю тебя. Субтитры создавал DimaTorzok